МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие меломаны! Я, профессор музыки Виолетта Модестовна, счастливо вновь приветствовать вас в нашей уютной студии Академии занимательных искусств. Вы любите оперу? Только, пожалуйста, не спешите давать ответ, положительный или отрицательный. Настоящую оперу в хорошем исполнении сегодня не так часто можно услышать. И многие судят об этом искусстве по впечатлениям от телевизионных передач. Так что предлагаю сегодняшнюю нашу передачу посвятить опере. Вы согласны? Тогда прежде зачитаю письмо нашей телезрительнице Тамары Пелецкой из Нижнего Новгорода. Мне кажется, что смотреть оперу в видеозаписи довольно скучно. Хотя, если честно, некоторые музыкальные номера мне нравятся. Например, половецкие пляски из оперы «Князь Игорь». Подскажите, пожалуйста, как научиться слушать и понимать оперу? Что ж, Тамара, с удовольствием постараюсь тебе помочь. Я убеждена, что красоту оперного искусства, так же, как и красоту симфонической музыки, балета, драматического театра, возможно постигнуть только на живых концертах и представлениях. Поэтому для того, чтобы сделать первый шаг к пониманию оперы, необходимо обязательно побывать в оперном театре и услышать оперу в хорошем исполнении. Человек, попадая в оперный театр, погружается в совершенно другой мир. Мир ярких красок, мощной, завораживающей музыки, красивых, сильных голосов и эмоционального накала. Не случайно в переводе с итальянского слово «опера» означает труд, дело. Не только композитору, но и исполнителям и слушателям следует немало потрудиться над своей душой, разумом, эмоциями, чтобы понять оперу. Почувствовать её красоту и раскрыть смысл. Опера – это синтез, то есть соединение нескольких видов искусства в одном. Театрального представления, музыки, танца, хорового пения. А вы спросите, чем же опера принципиально отличается от театра? Конечно же, ролью музыки. В любом театре тоже звучит музыка, но она чаще всего лишь сопровождает действия на сцене, в то время как в опере музыка первостепенна. На ней строятся вся драматургия оперы. Музыка – её движущая сила, нерв, пульс. Если же музыка теряет свою ключевую роль и уходит на второй план, то это уже не опера, а просто спектакль с применением музыки. Синтез музыки, танца, пение, но ведь, казалось бы, то же самое можно сказать о мюзикле. Нет, классическая опера как жанр отличается тем, что действие происходит исключительно под акустическое сопровождение симфонического оркестра. Здесь нет никаких усилителей, всё живьём. Поэтому у оперных исполнителей такие сильные голоса. Впрочем, классической элитарной опера стала далеко не сразу. В Италии в 17-18 веках горожане наперебой распевали оперные арии. В те времена опера была всенародной любимицей, столь же распространённой, как сегодня поп-музыка. Оперой были увлечены все поголовно, от мала до велика. Особенно славилась своей бурной музыкальной жизнью Венеция. Оперные арии звучали не только на концертах. Их распевали горожане по пути на службу и гондольеры, плавая по бесчисленным каналам. Именно здесь был открыт первый в Италии общедоступный оперный театр. То был золотой век оперы. Сегодня на улицах городов не услышишь арий и речитативов. Даже в Италии. Но оперное искусство всё равно живёт и развивается по своим законам. Многие теперь считают его элитарным. То есть доступным для понимания лишь немногочисленным ценителем-меломаном. В принципе, я с этим соглашусь. Всё-таки для того, чтобы понимать и ценить оперу, нужно быть подготовленным слушателем. Но что значит быть подготовленным слушателем? Отвечу. Прежде всего, мы должны познакомиться с либретто-оперой, которую собираемся слушать. Либретто. От итальянского «Книжечка». Литературная основа оперы, балета или оперетты. Чаще всего сюжетами для либретто служат литературные произведения, которые адаптируются под музыкально-сценические требования. У меня в руках либретто оперы Петра Ильича Чайковского «Евгений Онегин». Написана она на основе одноимённой поэмы Александра Сергеевича Пушкина. Уверена, что эта поэма вам хорошо знакома по школьным урокам русской литературы. Тогда что же нового мы узнаем из либретто? Прежде всего, раскрыв либретто, мы узнаём, кто является действующими лицами оперного представления. Итак, читаем. Ларина Татьяна – сопрано. Ольга – контральту. Евгений Онегин – баритон. Ленский – тенор. Князь Гремин – бас. Самый важный элемент оперы – это пение, голос человека. Именно через голос раскрывается характер персонажа, передаются тончайшие нюансы человеческих чувств и переживаний. Не случайно каждому герою композитор присваивает свой определённый тип оперного голоса. Вот, скажем, Ленский. Это герой-романтик. Его душа возвышена и благородна. Он верит в высокое предназначение жизни. Он восторжен и искренен в своих чувствах. И потому голос у него – лирический тенор. Мягкий, чистый и высокий. А вот его друг Онегин – это реалист. Скорее, даже скептик. Томясь душевной пустотой, он разочарован жизнью. Чайковский передаёт его характер баритоном, более низким и суровым голосом. То же соответствие и у женских партий. Красивая, но несколько холодная и жеманная Ольга поёт низким контральто. А искренне, духовно богатая, жаждущая любви Татьяна – высоким и чистым сопрано. Далее из либретто можно узнать сюжет и то, из каких частей состоит наша опера. Называются эти части актами. В течение акта совершается какое-нибудь законченное действие. Между этими актами делаются антракты, перерывы, во время которых зрители и артисты могут передохнуть, а работники театра сменить декорации. Оперы бывают масштабными и длинными. Самую длинную написал немецкий композитор Рихард Вагнер. Она называется «Нюрнбергские мастер-зингеры». И длится пять часов и пятнадцать минут. Представляете, какая нагрузка на певцов, оркестр и зрителей? Идём далее. Помимо различий в голосах, слушатель оперы должен чётко понимать, для чего нужны арии. Ария – это сольный номер в опере, который поёт один исполнитель в сопровождении симфонического оркестра. Ария широка и распевна. Именно ария служит в опере основным средством для раскрытия образа и характера героя. Арии бывают чрезвычайно трудными для исполнения. В них певец может в полной мере раскрыть виртуозные возможности своего голоса. Самую длинную в истории оперы Арию написал тоже Рихард Вагнер. Она звучит 14 минут 46 секунд. Представляете, каким мастерством, дыханием и выносливостью должен обладать человек, исполняющий такую арию в полный голос? Литература не может состоять из одних только стихов. Обязательно нужна проза. Также и опера не может обходиться без речитативов. Речитатив от итальянского «говорить». Тип вокальной музыки, приближенный к естественной речи. Речитативы не имеют столь же ярких запоминающихся мелодий, как арии. Нет в них и четкого метроритма. Как бы вам объяснить? Они напоминают мелодичный разговор на фоне аккордов и отдельных реплик оркестра. ПЕСНЯ Еще в опере довольно часто встречаются дуэты, иногда трио. Ну, чтобы вам было понятно, проведу параллель с нашим повседневным общением. Каждому из нас ежедневно приходится общаться с разными людьми. С кем-то мы согласны, а с кем-то и спорим. Кого-то одобряем, а чей-то характер вступает в резкое противоречие с нашим. В опере все эти общности и противоречия как раз и раскрываются в дуэтах и трио. Ну, а еще в опере обязательно поет хор. Он способен воссоздавать монументальные события. Например, хор «Славься» в опере Михаила Глинки «Иван Сусанин». Это голос русского народа, славящего Россию и православного царя. Жаль, конечно, столько еще хочется рассказать про оперу. Но время нашей передачи подходит к концу. Сегодня мы с вами немного прикоснулись к познанию оперного искусства. Искусство сложного, многогранного, которое заставляет напряженно трудиться и разум, и душу. Искусство, которое не открывается сразу поверхностному слушателю, но раскрывает себя постепенно, неспешно, по мере углубления в него. Слушайте оперу, вникайте в ее красоту, и постепенно она станет для вас близкой и понятной. Задавайте свои вопросы. Они будут подсказывать мне, что вас больше всего интересует. А письма с вопросами присылайте по адресу. 109-147, Москва, улица Марксийская, дом 34, корпус 7, телеканал «Радость моя». Электронные письма оставляйте на сайте радостьмоя.ру Я прощаюсь с вами до следующей передачи. Желаю вам доброго здравия и творческого вдохновения. Ваша Виолетта Модестовна. Субтитры создавал DimaTorzok